Шагал, один из немногих художников, которые сформировали целую эпоху в искусстве. Трудно назвать человека, который хотя бы краем уха, не слышал об этом великом человеке с невероятным воображением и уникальным видением своего места в живописи. До сих пор Шагал, это уникальное явление, хотя бы приблизиться к уровню которого не удалось еще никому. Родился будущий признанный лидер авангардизма, на окраине Витебска, бывшего одним из небольших местечек российской губернии, в 1887 году. Это было время массового гонения наинородцев и страшнейших еврейских погромов, что вызывало массовую эмиграцию еврейского населения в другие страны с более лояльным отношением к представителям иудейского вероисповедания. Но для маленького Мовши все это было впереди. Он получил традиционное для еврейских детей образование, изучив Тору, Талмуд и освоив древнееврейский язык. После окончания четырех классов училища Шагал, проходил обучение искусству живописи в Витебске, в школе Юделя Пена. Поняв, что его талант не может быть развит на периферии, художник решает перебраться в Санкт-Петербург, тогдашний центр художественной мысли. Отец нехотя отпускает его, выделив весьма скудную сумму и отказавшись впредь финансово помогать сыну. В городе Шагал учится в школе Рериха, а затем у Бакста. В это время Марк знакомится с Беллой Розенфельд, которая до конца его жизни остается музой и любимой женщиной, чье лицо узнается буквально в каждом образе, созданном мастером. В 1911 году начинается полоса жизни художника, во время которой его постоянно бросало из одного города и страны в другую. Сменив свое еврейское имя Мов Шихацкелевич на более европейское по звучанию Марк Захарович, он уезжает по стипендию учиться в Париж, вернувшись в 1914 году домой в Витебск и как раз попав на начало Первой мировой войны. В следующем году он женится на Белле, а еще через год у них рождается дочь Ида. Впоследствии она становится биографом и исследователем работы своего отца. По окончании революции Шагал становится комиссаром по делам искусств в Витебской губернии и открывает собственную художественную школу. В 1920 году он переезжает в Москву, начинает работать над оформлением театральных представлений, а в 1922 году едет в Литву на собственную выставку вместе со своей семьей. Тогда и начинается путешествие Шагала на Запад. Он перебирается в Германию, а затем во Францию, где в 1937 году получил гражданство. Однако в 1941 году семье приходится бежать от надвигающегося фашизма в США, где в 1944 году умирает Белла. Она не была последней женщиной в жизни художника, но до момента его смерти оставалась его любовью и вечной музой. С 60-х годов Марк Шагал стал интересоваться крупными формами и монументальным искусством. В сферу его интересов входили росписи, в том числе и потолочные, шпалеры и витражи. За эти годы мастером было создано множество значимых вещей, включая роспись плафона оперы Гарни во Франции и панно для Метрополитен опера «Мозаики» для Национального банка в США. Марк Захарович Шагал прожил большую жизнь и оставил значительный след в искусстве авангарда. Он скончался в 97 лет до конца своей жизни, помня о своем происхождении и вплетая в свои произведения мотивы жизни родного Витебска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова